И все подробности у Ольги Жирносек. Сирийские повстанцы при поддержке турецкой армии начали наступление еще накануне. Они атакуют позиции войск Башара Асада в провинции Идлиб на северо-западе страны. Турция сообщила, что операцию проводит умеренная оппозиция. Войска начали продвигаться вперед, и мы попытаемся вернуть все точки, занятые асадовскими военными и российскими оккупантами. Сирийские войска поддерживает российская авиация. Накануне в результате атаки погибли двое турецких военных. В Минобороне России утверждает, что авианалет совершен для предотвращения атаки боевиков. В ответ турецкая артиллерия ударила по позициям войск Асада возле города Идлиб. По мере продвижения боевых действий ухудшается гуманитарная ситуация. Правозащитники называют ее худшим миграционным кризисом за все время конфликта. По данным ООН, с декабря прошлого года свои дома покинули более 900 тысяч сирийцев. В городе Идлиб целые семьи живут в грузовиках или спят на земле. Уже больше месяца мы живем в этой машине. Мы едим, пьем, мы даже принимаем дужи здесь. Все, что у нас есть, находится в этой машине. А это лагерь возле города Аазаз, неподалеку сирийско-турецкой границы. Вынужденным переселенцам некуда идти дальше. В Турции уже находятся 3 миллиона 700 тысяч сирийских беженцев. Анкара утверждает, что не может принять еще больше людей. Нас переместили из предместий Идлиба, и мы ищем решение. Куда мы пойдем? Мы либо вернемся на свои земли, либо Турция откроет границу в безопасную зону. Да поможет им Бог, этого будет достаточно. В российском центре примирения враждующих сторон заявляют, что Турция перебросила в Сирию многокилометровую колонну боевой техники и грузового транспорта. Ранее агентство Bloomberg заявило, что Анкара обратилась к США с просьбой развернуть две батареи зенитно-ракетных комплексов в Patriot на юге страны. Эскалация конфликта произошла после неудачной попытки переговоров между Россией и Турцией в Москве. В ходе этих встреч произошло некоторое сближение. Но мы пока не достигли желаемого уровня. Переговоры продолжаются. При необходимости по согласованию между нашим президентом и Путиным по телефону может быть встреча на уровне лидеров. Ситуация в Идлибе накаляется с февраля, после того, как силы Асада при поддержке российских военных начали наступление. Под ударом не только радикальные исламисты, но и сирийская оппозиция, которую поддерживает Турция. Для Анкары это союзник в борьбе с отрядами курдов и радикальными исламистскими формированиями. Ольга Жарносек. Настоящее время.